7 300 за отопление, а общая 17 300 за квартиру. Рекордсмен по самой высокой сумме в счет фактуре Елена Волкова. Около 8 тысяч рублей она должна отдать только за тепло в трехкомнатной квартире. Если сначала Елена была уверена, что это ошибка коммунальщиков, то потом в Казэнерго ей заботливо объяснили дело в счетчике. Мне объяснили так, что в сентябре месяце было отопление, несколько дней, но счетчик был сломан, и поэтому вам начислили по нормативу. То есть получается, если даже один день в сентябре было отопление, а их было три, мне сказали только, то взяли по нормативу. И сумма составила за сентябрь месяц 4 300 рублей. А вот от управляющей компании ответ пришел немного другой. Счетчик, по их словам, неисправен уже два месяца. В коммунальном отделе нам сказали, что у вас счетчик учета тепла неисправный, надо снять, отвезти на ревизию. И это сделали только после того, как мы к ним пришли. Когда же счетчик дал сбой, жильцам дома еще предстоит узнать. Однако, как ответили в жилищной инспекции, рассматривать дело будут в течение месяца до 3 января. Проблема в том, что за это время несчастным все же придется оплатить квитанции. Если была оплата по нормативу, то нужно понимать, каким образом сформировалась оплата в целом по теплу. И такая большая стоимость быть не может и не должна. Если будут выявлены нарушения, то нужно будет делать перерасчет данным жителям. Сейчас жильцы дома намерены штурмовать свою управляющую компанию, если ответа так и не получат обращаться в прокуратуру. Жителям и представить страшно, какая сумма за тепло их ждет за декабрь, с учетом повышения тарифов на 9%. Алина Комулюдинова, Дмитрий Рыженко, Телеканал Эфир.